МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 1999 году на аукционе Кристи был продан знаменитый платиновый браслет Мерлин Монро, обраблённый 35 бриллиантами. Говорят, что драгоценности приносят несчастье. Примеров множество. А если взглянуть на них без всякой мистики, с точки зрения науки и логики, что тогда останется от поверьей о загадочной и роковой силе бриллиантов? Москва. Один из самых дорогих ювелирных домов столицы. Его клиентура – жены миллионеров, знаменитости, звёзды эстрады. Сегодня сюда заехала певица Диана Гурцкая. Красивая прям. Это у нас как листочки? В общем, листочки. Да, листочки. Диана и на сцене, и в жизни – большая поклонница бриллиантов. Выбирает она их всегда осторожно и тщательно, как лучших друзей. Со мной что-то случается в жизни, либо я заболеваю. Какая-то ситуация очень такая громкая. От чего-то я должна остерегаться, обязательно у меня что-то случается с моими вещами, то есть с бриллиантами. Диана вспоминает. Однажды она потеряла на гастролях бриллианты, а потом внезапно слегла от сильнейшей простуды. Совпадение? Или то, что исследователи называют энергетическим взаимодействием с камнем? Чтобы понаблюдать, как это происходит, мы проведем собственный эксперимент. Его результаты всего через несколько минут. Многие отечественные знаменитости не скрывают своего особого отношения к бриллиантам. Так, певица Ирина Салтыкова никогда сама себе не покупает алмазы, считает это дурным знаком. А Лариса Долина никогда не надевает такие украшения во время уступлений. Что ж, звезд эстрады можно понять. Иногда драгоценности в судьбе человека действительно играют мистическую роль. В этой прихрамывающей женщине мало кто узнает легендарную циркачку к натоходку Лариту Магомедову. В 70-е годы она блистала на весь Советский Союз. Но страшное падение 17-метровой высоты изменило всю ее жизнь. Я понимала, что я умираю, что все равно меня Бог заберет сейчас. И вот, март-апрель, мы приехали из Японии, февраль-март-апрель, май, 24-го мая я разбиваюсь в Рязани. Ларита рассказывает, в стране восходящего солнца она купила новое ожерелье. А потом в жизни Магомедовой началась черная полоса. Я поняла, что я схожу с ума. Через три месяца, как я разбилась, сестра погибла в самолете в Адлере. Она летела как раз, чтобы меня на пересменку гипса отвезти. И я тогда потеряла все. Позже медсестры, которые ухаживали за Ларитой в палате, посоветовали ей избавиться от украшений, привезенных из-за границы. И Ларита решилась на этот безумный с точки зрения любой женщины шаг. Выбросила и ожерелье, и кольца, и браслеты. И это помогло. Неужели все беды в жизни Лариты происходили из-за драгоценностей? Все выбросила. Все я ожила. Король драгоценных камней. Всем известно, что именно так называют алмаз. Но мало кто узнал бы этот камень в природе. Большинство алмазов, которые добываются, это невзрачные серенькие, черненькие, полупрозрачные, иногда совсем непрозрачные камешки. Иван Урусов – гемолог, то есть специалист по драгоценным камням. Его суждения могут показаться парадоксальными. На мой взгляд, алмаз – один из самых таких наименее интересных камней. Потому что ожерелье с бриллиантами, оно хорошо смотрится при искусственном свете. Но достаточно выйти на улицу, он превращается в невзрачную, блеклую стекляшку. Но люди всегда были готовы ради этих камешков буквально на все. И простые смертные, и правители. Те, в чьих руках были судьбы тысяч. Начало 80-х. В столице уже почти открыто говорят о бриллиантовой мафии, которая вывозит за рубеж драгоценности и антиквариат. По слухам, в деле замешана сама Галина Брежнева, дочь всесильного генсека. В жизни Брежневой было столько трагедий, любовных историй и авантюр, что их хватило бы на несколько романов. Но, пожалуй, главной ее страстью оставались бриллианты. Как только на ювелирные фабрики поступала новая партия драгоценностей, первой об этом узнавала Брежнева. Ну, она была такая творческая, в общем, на самом деле, натура. И массово скупала, причем самая сложная схема, как бы, она же не могла просто прийти на фабрику купить. То есть они проводились через какой-то комиссионный магазин. Ну, целая была схема, в которой была задействована масса людей. Журналист Евгений Додолев проводил собственное расследование деятельности этой бриллиантовой цепочки. Одним из главных ее звеньев был певец Борис Буряце. Его называли «Бриллиантовый Борис». С одной стороны, он был цыган и имел выходы на цыганскую криминальную среду. С другой стороны, он был в Большом театре и вращался там в кругах богемы, где всегда камням придавали значение, такое, в общем-то, достаточно серьезное, как атрибуту причастности к высшему свету. Он узнавал информацию, у кого появились камни, у кого какие-то сохранились фамильные ценности. У Буряце с Галиной Брежневой был роман. Но в жизни бриллиантового Бориса камни сыграли роковую роль. Сначала его арестовали по делу о махинациях в ювелирной сфере и осудили на пять лет. А после тюрьмы Буряце погиб при загадочных обстоятельствах. И он открыто говорил, даже вот в беседе с журналистами, что вот он достаточно много знает про эти самые бриллианты. И буквально несколько недель он пробыл на свободе, с ним случился какой-то аппендицит, и он был зарезан на столе у хирурга. Самой Брежневой бриллианты счастья тоже не принесли. Скорее наоборот. Она и не прошла те испытания, которые дало ей время, и эти камни. И это всё сказалось на её дочери, на её внучке. И мы все знаем, что судьба её детей не завидна. Медиум Галатрея Дарамант изучает энергетическую природу камней. Она считает, алмазы передают свою силу через поколения. Эту теорию подтверждает один малоизвестный исторический факт. Он связан с бриллиантами Лидии Руслановой. Это, в общем, действительно какой-то такой эпизод, который, к сожалению, той же Руслановой слишком дорого обошёлся. Эта женщина с приятной улыбкой – Эра Георгиевна Жукова. Дочь легендарного маршала ещё никогда не давала интервью. Исключение сделала только для нашей программы. Вот что она нам рассказала. На одном из семейных вечеров Лидия Русланова решила поднять бокал за жену маршала. А в финале тоста неожиданно достала украшение. Вынула из сумочки такая, знаете, тоже звезда была бриллиантовая, такая довольно крупная. И были там, как сейчас помню, вот в этих лучах звезды, такие крупные бриллианты. Такой жёлтый такой немножко оттенок, потому что, видимо, это очень было старинное. Вот так выглядела эта брошь. Мы воссоздали её графическое изображение. По легенде, когда-то она принадлежала жене Пушкина Наталье Гончаровой. Так что же случилось со звездой в доме Жукова? Она пропала после обысков по так называемому трофейному делу. Папа рассказывал, что он потом видел, ему показали перечень вот этих вот описанных вещей. Этой звезды там не было. Её даже не включили в этот список. Так что она канула куда-то. У кого-то она, наверное, есть. Судьба легендарной броши остаётся загадкой. За все эти годы украшение так и не появилось ни на аукционах, ни в частных коллекциях. Вполне возможно, обладатель этого алмаза сейчас даже не догадывается о его истинной цене. Бриллиант не портится. Веками с ним ничего не случается, но цена всё время поднимается, дорожает. Именно такие. Самые дорогие бриллианты мы выбрали для эксперимента с певицей Дианой Гурцкой. Что она почувствует при контакте с алмазами? Мы просто разложим перед Дианой много разных бриллиантов. Посмотрим, к какому из них потянется её рука. Вот у меня вот это. Почему-то от камня исходит такая энергетика, честно говоря. Какая? Ну, такая вот тёплая. Но почему из всех бриллиантов Диану привлёк именно этот? Когда человек начинает с ними общаться, разговаривать с ними, смотреть, ему хочется взять в руки, происходит активация камня, он пробуждается. У него что-то среднее между основным и медитативным состоянием камня находится. А самый древний именно истинный смысл, вот, ношение камней, это то, что они помогают в близне человека. Олег Смирнов уже 10 лет профессионально занимается кристаллотерапией. Проще говоря, учится лечить камнями. Но с бриллиантами он тоже новый. Бриллиант, как и любой из камней, просто он самый дорогой, самый прозрачный, самый твёрдый. И от человека он требует соответствующего отношения к своей жизни, к своей судьбе. С древности люди верили, бриллианты обладают сверхъестественной силой, могут приносить удачу, оберегать от болезней и злых чад. Охотников за драгоценностями всегда было хоть отбавляй. Но здесь-то и кроется ловушка. Если камень был украден, камни нельзя воровать, в таком случае они принесут только горе. С какими помыслами брал его человек, с такими помыслами это записывается, как на пластинку. Учёные всегда скептически относились к таким суждениям. Все их исследования показывают. Алмаз – камень простой, никакой информации не несёт. Это минерал, который обладает определённой кристаллической решёткой, в котором атомы расположены определённым образом. Куда в кристаллическую решётку может поместиться ещё что-то, что вызывало какие-то паронормальные явления? Пока непонятно. Но может быть только пока. И вот ещё факт. Алмазы действительно вечны. Такой вывод сделали учёные. Они обнаружили в земной коре мельчайшие драгоценные камни, которым 4 миллиарда лет. По сути, возраст нашей планеты. Даже по космическим меркам – приличный срок. А по нашим – действительно вечность. В ноябре 1958 года Смитсоновскому институту в Вашингтоне был подарен знаменитый алмаз Хоупа. Считается, что этот драгоценный камень 300 лет приносил несчастье своим владельцам. Теперь алмаз хранится в музее под сверхпрочным стеклом. Я уверен, его кровавая история закончена. Эзотерики говорят, алмаз не принесёт счастья, если достался нечестным путём. Так ли это? Не знаю. Или вот ещё примета. Владея бриллиантами, вы всецело находитесь в их власти, а не наоборот. Возможно и так. Но я думаю, дело всё-таки не в силе камней, а в людях. И очень может быть, что когда большие алмазы смогут получать искусственным путём, и они перестанут быть бесценной редкостью, это положит конец всем легендам о бриллиантах. Редактор субтитров А.Семкин